Оппозиция группа, 1992-1993 годы года, Горно-Бадахшанской, М. А. Л. Рахмон, История Таджикистана Конфликт, 1992-1993 год Г. Г. В мае 1992 год вспыхнули столкновения между сторонниками правительства Старой Гвардии и слабо организованной оппозицией, состоящей из этнических и региональных групп из Гармской и Горно-Бадахшанской областей. Последние также были известны как померцы. Идеологически в оппозицию входили демократические либеральные реформисты и исламисты. В правительстве, с другой стороны, доминировали люди из Ленинабадской области, которые также составляли большую часть правящей элиты на протяжении всего советского периода. Его также поддержали люди из Кулябского района, занимавшие высокие посты в МВД точковое советское время. После многих столкновений Ленинабадцы были вынуждены пойти на компромисс, и было сформировано новое коалиционное правительство, в состав которого вошли представители оппозиции и в конечном итоге во власти них. 7 сентября 1992 года Набиев был схвачен протестующими оппозиционерами и под дулами оружия был вынужден уйти с поста президента. Хаос и борьба между противоборствующими группировками царили за пределами столицы Душамбе. С помощью российских военных и Узбекистана силы Народного фронта Ленинабадикуляби разгромили оппозицию в начале и конце 1992 года. Коалиционное правительство в столице было вынуждено уйти в отставку. В декабре 1992 года Верховный Совет, парламент, в котором фракция Ленинабадикулаби все это время занимала большинство мест, созвал и избрал новое правительство под руководством Эмамали Рахмонова, представляющие смену власти от старой власти, базирующейся в Ленинабаде. К ополченцам из Куляба, откуда пришел Рахмонов, пик боевых действий пришелся на 1992-1993 годы и столкнул ополченцев в Кулябе с целым рядом групп, в том числе с боевиками из партии Исламского возрождения Таджикистана, Пифт, и этническим меньшинством помирцев из Горного Бадахшана. В значительной степени благодаря внешней поддержке, которую они получили, ополченцы Кулоби смогли обоснованно поражение оппозиционных сил и пошел на то, что было описано Human Rights Watch, как этнических чисток кампании против помирцев и гармцев. Кампания была сосредоточена в районах к югу от столицы, включала убийства видных деятелей, массовые убийства, поджоги деревень и изгнания населения Памира и Горами в Афганистан. Насилие было особенно сконцентрировано в Курган-Тюбе. О поре власти Пифт и доме Многих Горми. Десятки тысяч были убиты или бежали в Афганистан.